Автор концепции Крионики, Роберт Эйтингер, скончался в возрасте 92 лет. Его тело тут же поместили в ледяную ванну и заморозили. Именно так, как он советовал делать всем, кто не хочет просто так расставаться с жизнью. О человеке, который, возможно, больше других верил в светлое будущее, расскажет Егор Низамов. Спасибо, Лена. Но Роберт Эйтингер действительно заставил многих поверить в то, что до него считалось вымыслом фантастов. То, что человека возможно воскресить, поднять из мёртвых фактически. Он был физиком и математиком по образованию. Во время Второй мировой он получил тяжёлое ранение ног. И после нескольких лет лечения ему вживили костный трансплантат. Считается, что успех той самой операции как раз-таки вселил в него уверенность в будущем медицины. Свою идею о том, что человека можно заморозить, сохранив его тело, а потом разморозить и оживить, Эйтингер подробно описал в книге «Проспект бессмертия». Он выпустил её в 1964 году, и она быстро стала бестселлером. Его начали приглашать в ток-шоу, и на интервью он стал популярен, и в 1976-м основал общественный институт креоники в Мичигане. Год спустя в институте появился первый клиент-пациент. Им стала мать Эйтингера, умершая в 1972 году. Здесь же хранят тела... Прошу прощения, не в 1972, а в 1977 году. Здесь же хранят тела и двух жён Эйтингера. А сам основатель института стал 106-м человеком, чьё тело будет храниться в стенах института. Чтобы присоединиться к этой когорте, надо лишь заплатить 28 тысяч долларов, тогда тело поместят в бак с жидким азотом, где оно сможет храниться сколько угодно долго. Неясно лишь, смогут ли в будущем действительно вдохнуть жизнь в мёртвое тело. Эйтингер верил в это, как многие верят в белый свет в конце тоннеля. Один вопрос, Егор. А ты не знаешь, Ленина хранят не по этой технологии? Нет. Спасибо. Спасибо, Егор.